Пункт технического контроля. Технадзор. Добрый вечер. Добрый вечер. Что вас на этот раз привело? Да все в порядке, только жилеты и все, больше ничего. Да и что? Ну это строевым подразделением, пожалуйста, вперед пускай занимаемся этим вопросом. А вы сейчас что делаете? Вы машины не останавливаете? Без жилета? Освещено в очень прекрасном месте. Насчет освещения я не спорю. Лучше не бывает, лучше 7 дней даже. Так что, получается, вам можно без жилетов в ночное время? Вот уж не думал. Освещено в месте. Ну я понимаю, что светло, но жилетики-то все-таки надо одевать. Поддержим. Вот когда вы научитесь ремни пристегивать? Пристегнутый. Ну, да я что, мы прекрасно понимаем о чем. Вот если бы я хоть раз одного мента увидел бы пристегнутого, я бы не знаю, я бы напился от счастья. Наверное. Не, на самом деле это и есть. Так а насчет жилетов, у вас вы это, вы как, вы вообще есть они у вас с собой? Конечно они с собой. А от чего вы их не одеваете? Зачем? Мы же не в темняке стоим. У вас? Мы сотрудники ГИБДД. Нет, просто вас вообще не видно. Ну, белая рубашка, да, любой человек может. Мы не вводим сюда-сюда. Ничего, в самом деле. Когда вас фарами отражают, а от свет идет, очень далеко от свет видает. Да, правильно, от сотрудника ДПС еще помимо этого всякие шелезные ношения. Шелезные ношения. Шелезные ношения. Там хоть две полоски, ладно, там жилета нету. Даже разная форма ношения, да. Разная совершенно. А что, получается ГАИ может без этого, без жилетов ночью устанавливать? Есть строевые подразделения ДПС и отделы друг друга. Разные вещи, понимание. Понятие одно, а подразделения разные. Вообще интересно. Все эти функции выполнения задач разные совершенно. Вообще очень интересно. А мне кажется, она на вас тоже, мне кажется, располагается. Да не кажется, я даже точно знаю. А кто именно располагается? Располагается эта функция на вас тоже. Возлагается. Жилетики одевать. Функция или норма? Ну, порядок. Значит, это 186 приказ ДСП. Ну, 97 пункт, да. Есть там такой. Рекоментированный деятельность именно конкретно ДПС. Как он может касаться сотрудника ГИБДД. А, вот вы как. Вот, да. Вот как он может касаться сотрудника ГИБДД. Если он касается только ДПС. Строевого подразделения. Нет, нет, нет. Там не на ДПС. Там на сотрудники дорожной службы. Сотрудники ДПС. Он и называется приказ там. Нет, нет. Там не на ДПС. ДПС. Там регламент. Эх, как забыл. Сейчас не могу вспомнить. Хотел быстро вспомнить. Ну, ясно. В общем, я понял. Тем не менее. Я думаю, что это такая долгая тема. Ну, да. Обсуждать мы не будем, наверное. Да. Главное, что задачи выполнялись четко и понятно. Ага. Ну, ладно. Тогда что, покину я вас тогда. В общем, вот такой вот интересный случай. Инспектора, государственные инспектора утверждают, что им жилетики одевать не положено. Можно не одевать им жилетики. Такой ППС, да? Мы ДПС. А, ДПС? Да, ГАИ мы. А, чего вы без жилетов? В смысле? Ну, жилетики что, не надо одевать? У нас нет жилетов. Мы нужны ДПС. ДПС, это жилеты. А мы ГАИ, ГАИ, МРЭЛ. А, ГАИ? Да, ГАИ, ГАИ. Технадзор или государственные инспектораты? Да, да, да. Вам не обязывают жилеты одевать, да? Нет, нам не обязывают. У нас нет, они же ДПС написаны на жилетах. У нас нет, такого ж нет жилета. Ну, ж ГИБДД. Ну, я понял, я понял. ГИБДД noon. ГИБДД. 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 Здравствуйте! Добрый. А подскажите, вы из какой службы? ГАИ или ДПС? ГИБДД. ГАИ, да. Государственные инспектораты? Да. У меня, знаете, какой интересный вопрос? Насчет жилетов хотел бы спросить. Как насчет жилетов? Вот почему вы не одеваете эти жилеты? А мы на дороге не работаем, мы же перекрываем. Ну, я понял. И вообще у нас не предусмотрен жилет. Вот именно на эту тему, да, я хотел бы вопрос задать. На инспекторов, на государственных инспекторов ГАИ распространяется ли регламент? Распространяется. Ну, вот 185-й, 186-й приказ. Вопрос в том, что мы не несем службу на дорогах. Знаете, то есть есть как бы внутренняя служба, а есть внешняя служба. ДПС – это те, которые действительно стоят на дороге, они работают в ночное время. Так для его подразделения. Строевые подразделения. Форма немножко другая, да? Форма немножко другая, да. У них предусмотрен жилет светоотражающий. А у вас не предусмотрено? А у нас мы работаем только в день. Мы работаем с 9 до 6 вечера. Поэтому у нас как бы не предусмотрено. Я понял. Кабинетские работы. Да, просто такая тема немножко более углубленная, немножко более тонкая. Вот я вот хотел просто узнать вот эти разъяснения. Такие мероприятия, это же как бы не… Ну, понятное дело, сегодня праздник в городе, да, сейчас везде усиленный наряд. Нас привлекают к этим мероприятиям. Мы же не можем сказать, что вы извините, мы не пойдем, потому что у нас вот жилеток нету там. Ага, ну я понял. У нас не обеспечили и так далее. То есть мы как бы выполняем какие-то задачи. Ну, на дороге как-то не стоим сейчас. То есть, чтобы проводить какие-то мероприятия, связанные с остановкой транспортных средств и так далее, чтобы нас видно было на дороге, нам задачу поставили перекрыть, чтобы транспорт не проезжал к местным мероприятиям. Да, я понимаю, я понял. Спасибо большое. Вполне исчерпывающий ответ. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok